Всем бонжур! Меня зовут Полина, с вами Читалочка, и сегодня у нас будет очень интересное видео. Сегодня мы с вами обсудим книжный рынок Российской Федерации в 2019 году, потому что Российская книжная палата подвела итоги. У нас есть конкретная статистика, которая позволит сделать нам выводы, как вообще чувствовал себя читатель в книжных магазинах, что он выбирал, в каких количествах и так далее, и так далее. Это видео будет, правда, очень занимательным, я полагаю, что оно будет несколько в формате кофе-толк, потому что много информации, которую мы с вами обсудим в абсолютно бессценарном варианте, и я предлагаю вам сделать какой-нибудь себе напиток и присоединяться к просмотру. Для начала я вам расскажу, что Российская книжная палата вообще это та организация, которая существует уже около 100 лет, и она является бюджетной организацией, однако это не мешает ей вести учет библиографических и статистических данных, которые касаются книг на территории России. И не будем долго тянуть, давайте скорее вернемся. Если что, в описании я вам оставлю ссылку на саму Российскую книжную палату, и таким образом вы сможете сами посмотреть, что же происходит, хотя и здесь я вам также буду вставлять все скрины, которые будут вам необходимы. Первая и самая главная новость, как по мне, которую можно сделать, исходя из этой статистики, заключается в следующем. Российский книжный рынок упал. Да, действительно стало меньше издаваться книг, брошюр и всяческих других изданий. Мы можем с вами увидеть, что если в 2018 году этот показатель составлял 116 915, то вот в 2019-м 115 171 издание, общее число книг и брошюр, которое вышло на территории Российской Федерации. Также, обожаю все-таки смотреть всякую статистику, можно увидеть, что в 1940 году число книг и брошюр, которые издавались на территории России, это 32 545 изданий. Да, конечно, очень мало, но все-таки в 2019 году книг вышло меньше, чем в 2018-м. Это, скорее всего, как по мне, связано с тем, что издатели стали более трепетно, наверное, относиться к тому, что они издают, ну, за исключением, конечно же, АСТ, потому что этим ребятам, по-моему, вообще плевать, кого издавать. Но такой бизнес. Я не вижу никаких причин, в принципе, их обвинять в том, что они просто хотят зарабатывать деньги. При этом, кстати, также должна сделать небольшое замечание, что вообще-то, да, снизилось количество издаваемых книг, но, к сожалению, выросла цена, и от этого нам с вами никуда не деться. Также в прошлом году, нет, в позапрошлом, уже в 2018 году, многие издатели заявляли о том, что собираются увеличивать рост продаж с помощью онлайн-изданий. Многие издательства запустили свои онлайн-магазины, но я, к сожалению, ими пока не пользовалась, или, к счастью, потому что являюсь адептом лабиринта, и, пользуясь случаем, конечно же, намекну вам, что 14 февраля вообще-то международный день книгодарения, поэтому используйте эти варианты, везде будут максимальные скидки, в лабиринте эти скидки достигнут 65%, на разные издания скидка по традиции будет разной, но все-таки, да, 65% в лабиринте, ссылку вам оставлю в описании, чтобы вы подробнее почитали про этот праздник, ну и, к тому же, у меня по классике жанра для вас есть подарок, это промокод книгодар, который при покупке от 2000 рублей даст вам в подарок, опять-таки, извините меня за тавтологию, все-таки в воскресенье я немножко не проснулась, даст вам в подарок литературную сумку, в которой можно натаскать большующее количество книг, возможно, даже все эти 115 тысяч, которые были изданы в 2019 году. Ну и теперь вернемся к статистике. Предыдущий ролик на моем канале был посвящен переводной литературе, поэтому и в этом видео я не могу не отметить вам статистику, которая касается выпуска именно переводной литературы в 2019 году. Всего в прошлом году вышло 18 048 изданий, которые были переведены с других языков мира. Так, например, обратим внимание сразу на самые крупные цифры в этой таблице. На английском языке вышло, ну как на английском, то есть переведенных с английского языка 11 406 изданий. Ну, мягко скажем, знаете, это, конечно, немало, но при этом все-таки переводная литература составляет очень малую долю с общего числа книг, которые издаются в нашей стране. И с итальянского, кстати, тоже было переведено немало книг, 316, еще больше. С немецкого 1045, ну, в целом, в целом, наверное, неплохо. С французского 1367, ну, как и следовало ожидать, в принципе, самые распространенные языки, самые интересные авторы тех стран, на языках которых авторы пишут свои книги, вот они и занимают лидирующее значение. И да, давайте сразу перейдем, наверное, к тому, от чего меня очень сильно взбомбило. Так сложилось исторически, что я в прошлом году читала очень многих авторов, которые вошли в такую топ-20 наиболее издаваемых авторов в нашей стране. И не могу не подчеркнуть, что наконец-таки свершилось, свершилось, что Стивен Кинг все-таки сместил Дарью Донцову с первого места. Это так постоянно просто происходило, что Дарья Донцова была самой первой в списке наиболее издаваемых авторов. Ну, что, в принципе, неудивительно. У нас тут такая борьба происходит между Стивеном Кингом, который является, ну, крайне писучим дедом, и Дарьей Донцовой, которая является не менее писучей женщиной. Возможно, бабушкой, я не слежу за ее личной жизнью, но все-таки у Стивена Кинга число изданий, которое вышло в 1900, ага, в 2019 году, это целых 163 книги. При этом Дарья Донцова сбавила обороты, и у нее всего 68 изданий. Я, честно говоря, правда удивилась. У Александры Марининой тоже, которая является такой женщиной-детективом, 55 изданий. И знаете что? Знаете что удивительно? Затем идет Рэй Брэдбери, и все вроде хорошо. В этом списке правду пока все хорошо. За Поляковой плетется Федор Михайлович Достоевский, и это прям ура-ура. 94 издания, число печатных изданий, которое вышло в 2019 году под именем Федора Михайловича Достоевского, что не может меня не радовать. Я, правда, испытываю какую-то внутреннюю гордость, что ли, за человека, который является и моим любимым писателем, и я знаю, что является любимым писателем многих из вас, и мне кажется, что это очень круто и здорово, что к Достоевскому в 2019 году был проявлен такой интерес, и, естественно, это не может не радовать. За Достоевским идет Агата Кристи, тоже хорошо. Потом идет Татьяна Устинова. Это странно. С другой стороны, я пыталась рассуждать на тему того, вообще, почему так происходит, что Дарья Донцова, Александра Маринина и Татьяна Устинова всегда находятся прям в первой десятке наиболее издаваемых авторов, и мне кажется, что это в первую очередь связано с тем, что большая часть потребителей их продукции, их книг, это женщины, которым так около 40 лет, которые, возможно, являются домохозяйками. Я сейчас не говорю стопроцентный свой вердикт, я просто описываю, какая, по моему мнению, целевая аудитория этих авторов. И, кстати, пока я тут разглагольствую, напишите мне, как по-вашему, кто целевая аудитория Стивена Кинга? Мне будет очень интересно почитать ваши варианты. И вернемся теперь к Донцовой, Устиновой и Ко. Так вот, это домохозяйка, по моему мнению, которой просто необходимо расслабиться. Это, знаете, в 50-х, в 60-х годах в нашей стране считалось, что детектив — это такой маргинальный жанр. Я помню, где-то читала не так давно, что вообще многие даже запрещали издавать детективы Агаты Кристи. И той же самой Надежде Мандельштам, например, приходилось выпрашивать эти детективы Агаты Кристи у Карла и Элендеи Профер Тисли. Просто Профер Тисли она стала потом. Чтобы ей прислали эти книги, она могла их прочитать, просто опасаясь, что кто-нибудь обязательно за ней придет. Да, такая была вот обстановка в нашей стране. Но все-таки сегодня детективы — это действительно легкий способ расслабиться, куда-то погрузиться, потому что детективы с легкостью вас притягивают в свое происходящее, в свой сюжет. И, естественно, мне лично кажется, что это самый простой способ отвлечься от реальности. Но вернемся далее, к нашему списку. Юнезбео, Ремарк... Вернее, Ремарк, Юнезбео и Михаил Афанасьевич Булгаков. Тоже тройка, которые меня неимоверно радуют. Вообще, я заметила, что к Ремарку вновь какой-то проявлен интерес у читательской аудитории. И я надеюсь, что Ремарк когда-нибудь может зайти хотя бы в пятерочку вслед за Достоевским. И, например, Дарья Донцова и Александра Малинина хоть чуть-чуть, немножечко опустятся в этом списке. Но посмотрим, как будет. Мне будет, правда, интересно. Затем в этом списке можно встретить Екатерину Вильмонт, что тоже меня не может не радовать, но она всегда в этом списке. А к Екатерине Вильмонт я просто испытываю такие детские свои чувства, потому что она писала очень многие детективы для серии «Черный котенок», и мне они очень и очень нравились в свое время. Тут же мы можем встретить Анну Тодд. Но про Анну Тодд я, честно, не могу ничего сказать. У меня к ней несколько предвзятые отношения из-за обзоров Энтони, например, и многих других людей. Но как бы... Ну, предвзятые отношения, что я вам буду об этом рассказывать, да? Правильно? Джоджо Мойс, Дэниел Киз и, внимание, Александр Полярный. Александр Полярный, обратите внимание, он обошел Джорджа Оруэлла. Это как, блин, так? Вот с этого меня прям взбомбило. Это же просто невозможно. Ко всему прочему, Александр Полярный еще и обошел ныне живущую и здравствующую ее Гузель Яхину. Это вообще уму непостижимо. То есть Гузель Яхина пишет потрясающие романы. Что Зулиха, что Дети Мои. Это два романа, которые, как по мне, достойны гораздо большего. Они достойны явно первой или второй или третьей строчки. Но уж явно не последний на 20-м месте, когда ее, блин, обходит Александр Полярный. И он обходит Оруэлла. Как бы, народ, камон, что происходит? Я, конечно, понимаю, что вся эта статистика, она дана на основе именно сухих цифр, которые предоставляют книжной палате сами издательства, в том числе магазины. И очевидно, просто очевидно, что Александр Полярный обошел Гузель Яхину просто потому, что он наиболее востребован. Потому что у него были крупнее тиражи, плюс переиздание мятной сказки с этими иллюстрациями. Типа легендарная книга, наконец-то, с картинками. Что? Как бы, камон! И то есть Полярный, Полярный у нас обходит замечательных авторов. Но за исключением Робертса. Ну, просто потому что не люблю я Шантаром. Но это как бы мое личное. Но все-таки тоже очень востребованного автора. И, кстати, удивительно, что Шантаром до сих пор еще востребован. Как-то так получается классно. Но все-таки Полярный обошел Гузель Яхину. Вот с этим я, наверное, никогда не смогу смириться. Мне это абсолютно претит. Мне вообще непонятно, как это произошло. Хотя, конечно, я лукавлю немножко, и все-то мне понятно. Особенно, в принципе, это понятно, если посмотреть на общий тираж экземпляров, да, потому что счет идет на тиражи. Основной показатель, по которому писатель занимает ту или иную строчку в этом списке наиболее издаваемых авторов, это, естественно, тираж. Итак, у Гузель Яхины всего 270 тысяч экземпляров, в то время как, например, у Александра Полярного 300 тысяч экземпляров. И да, я еще раз подчеркну, тут, конечно же, можно было бы несколько правильней, как мне кажется, рассчитать весь этот конфуз. И так бы вышло, что Александр Полярный с тремя печатными изданиями, одной из которых это тупо переиздание, вообще с никудышными, мое МХО, рисунками. И у Гузель Яхиной на две книги 270 тысяч экземпляров. Правда, я простроена. Мне вообще категорически не нравится такой расклад, но это, опять же, мое мнение. Я знаю, что многие это мнение поддерживают, потому что Александр Полярный вообще вызывает у многих вопросы, и иначе быть не может, потому что книжка чертовски слабая, но я не буду сейчас вновь вдаваться в эти подробности. Мне кажется, уже все и так понимают, что из себя он представляет. Но все-таки обидно, обидно. Книжный рынок как будто бы действительно упал, что не может меня не печалить. С другой стороны, знаете, если проводить вообще параллель между тем, как когда-то издавались книги и в каких количествах, в каком качестве они издаются сегодня, то, возможно, следующая мысль. Лучше меньше, но лучше. Как, собственно, и показывает, например, Гузель Яхиной. Да, две книги, да, 270 тысяч экземпляров, но зато какие книги? Да, к сожалению, ей приходится соперничать с этим пацаном, который просто, блин, написал какую-то дичь и хрень. Но что поделать? Такова аудитория. Спрос рождает предложения, и, к сожалению, в этих реалиях нам с вами приходится жить. Но мне хочется, чтобы вы тоже понимали весь этот расклад, чтобы вы обратили свое внимание на все происходящее и, естественно, не поддерживали авторов, которые кажутся вам, ну, мягко скажем, никакими. В том числе это касается, блин, и блогеров. Я, например, приняла для себя решение в 2020 году не покупать книги, то есть не покупать книги хреновые, которые я точно знаю, что я буду ругать. То есть я их именно не буду покупать. Я буду их читать в электронных вариантах. Если издательство вдруг решатся, как говорится, кинуть мне мясо в мою клетку, и тогда я, естественно, разгрызу все это по кусочкам. Но обидная статистика, согласитесь, да? Мне интересно, кого бы вы хотели видеть на первом месте в списке самых издаваемых авторов. Напишите мне об этом, пожалуйста, тоже. Как мы с вами знаем, комментарий лучше лайка. Ну и давайте немножечко коснемся еще и наиболее издаваемых авторов в детской литературе. Тут на первом месте Корней Иванович Чуковский. И мне все устраивает. На втором месте Холи Вебб. На третьем Николай Носов, что тоже не может не радовать. Это значит, что родители наиболее часто покупают и у них наиболее востребованы именно классики нашей с вами детской литературы. Ну а вот на пятом месте Джан Роулинг, что тоже не может не радовать. Пускай она сейчас выходит и в переводе в Махаона, и так все-таки получается, что, скорее всего, в переводе Рассмен официально мы ее книги больше никогда не увидим. Но все-таки Рассмен сейчас будет грубо просрали права, и вряд ли они смогут их выкупить. Вот. Пушкин тоже есть в этом списке. Да, вот список детских книг меня абсолютно радует и устраивает. Я вижу здесь, конечно, те имена, которые мне не совсем знакомы. Например, Ирина Гурина. Мне стыдно, но я не знаю, кто этот автор. Но все-таки вот этот список приятный. Очень приятный. Вообще. Обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм. Там много всего сейчас будет происходить, потому что на канале будет несколько поспокойнее, хотя и ролики будут выходить в привычном темпе. Ведь сейчас, когда вы смотрите это видео, меня, скорее всего, вообще уже нет в России. Но, однако же, я рада была с вами поделиться этой информацией. Я напомню вам, что оставлю вам ссылку в описании еще и на саму книжную палату, где вы сможете лично скачать все эти таблицы, потому что там, на самом деле, гораздо больше сухой статистики, чем я озвучила вам. Я озвучила только те нюансы, которые мне показались наиболее интересными и наиболее актуальными для обсуждения с вами именно в формате видео. Но я не прошу вас подписываться на канал. Лучше смотрите те видео, которые вы еще не смотрели. Впереди вас ждет очень классный подарок. Да, да. Я не буду пока спойлерить, но если вы подписаны на мой твиттер, то вы, конечно, знаете, о чем речь. Вот. Так что будем с вами дальше читать вместе и, естественно, только хорошие книги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова